СИНС распределяет индексы. Борисенко Евгений, системный администратор компании «Гварцов». Пока Борисенко Евгений там наладит всё. Я хотела ещё объявить о том, что 1 июня в Киеве компания «Промода» совместно с компанией «Кварцов» проводит семинар. Семинар под названием «Юзабилити дизайн продажи», организованный специалистами в области веб-дизайна и юзабилити, поможет вам использовать возможности этих методов для повышения количества заказов или заявок на услуги с вашего сайта. Также я хотела вам сказать, что для тех, кто сегодня присутствует и был зарегистрирован у нас на форме, чьи электронные адреса у меня есть, будет разослана анкета о прошедшей конференции со всеми нашими вопросами, интересующими нас. И также мы хотели дать ссылки на эти все семинары, которые будут проводиться в Киеве. Так что те, которые присутствующие у меня не зарегистрированы, пожалуйста, на бейджах по выходе нашей девочки Оли, напишите, пожалуйста, свои электронные адреса, чтобы я могла вам отослать тоже эти анкеты. Здравствуйте, всем добрый день. По поводу распределенного юга. Зачем, для чего, как? Я расскажу так, что мы начали... Один из наших проектов, который называется VoiceBase, его суть в чем? Он хранит информацию о звуковых файлах. Файлы могут быть очень огромного размера, очень маленького размера. Клиенты закачивают файлы на сервер. Дальше сервер передает команды другому серверу, который осуществляет транскрибирование этих файлов, переводит их в текст. И дальше этот текст попадает уже в Sphinx, который дальше будет его индексировать. И, соответственно, выдавать людям информацию о том, где встречаются те или иные слова. Вот как здесь, например, у нас слова Education, School. То есть мы выбрали, он показывает, в каких языковых файлах это встречается, в каких местах, для того, чтобы человеку было легко оперировать и быстро мог он найти те или иные данные, которые его интересуют. Почему выбрали Sphinx? Ну, нам требовался правильно, полноценный полнотекстовый поиск. И из всех полнотекстовых поисков Sphinx был, честно говоря, ближе всех к решению этой проблемы. По сравнению с ним, ну, если мы посмотрим на этот слайд, здесь четко видно, что Sphinx намного обережает скорости, тот же Lucent, и он поддерживает больше различных протоколов и API-функций, и API-протоколов для общения с разработчиками. Что мы подчеркнули, когда выбирали именно Sphinx? Нас интересовала сама система полнотекстового поиска, насколько он быстро взаимодействует с революционными базами, с языками программирования, возможности его кластеризации и, конечно же, скорость его работы. Для сравнения, из самого сайта Sphinx.com я вывел наиболее большие системы, которые используют Sphinx для обработки документов. Ну, вот, к примеру, самый загруженный край лист ОРК около 20 миллионов запросов в день. Но если прикинуть, то примерно 2300 запросов в секунду. То есть скорость довольно-таки приличная. И, в принципе, это был один из таких моментов, почему мы именно Sphinx и взяли за продукт, который будет осуществлять полнотекстовый поиск. Задача сводилась к тому, что мы должны построить свое веб-приложение, которое будет обращаться обращаться к серверу Sphinx, к смс-запросам и получать от него какие-то ответы. То есть те или иные, которые ему там необходимы. Чем больше файлов росло, тем больше осуществлялась нагрузка. И все бы было хорошо, это бы система продолжила бы работать, но, как всегда бывает, не все гладко. В какой-то момент мы получили так, что индекс разрушился. Соответственно, получилось так, что приложение перестало работать, как всегда клиент недоволен, сайт не работает. И для того, чтобы его восстановить, требуется время. Понятное дело, что, как любые программисты, мы пытаемся сразу быстро решить время, тем самым его затягивая. Задача решалась в данном случае. Это самый акционов говорит, разработчик Sphinx, что для того, чтобы подчинить испорченный индекс, надо сделать полную переиндексацию. Понятное дело, что переиндексация зависит от производительности компьютера, от размера индекса. То есть оно, соответственно, шустрее компьютер, будет быстрее оно считать. Поэтому пришлось сделать этот Sphinx-сервер распределенным. В чем мы получаем плюсы? Значит, у нас есть веб-приложение, которое обращается к Sphinx-серверу, который фактически данных не хранит. И мы создаем шарды. Шарды, которые хранят какую-то определенную часть информации и отвечают именно за этот свой кусок, который они обслуживают. При этом методе, я специально оставил график такой же, то есть система работает точно так же, но мы избегаем полного падения системы. То есть допустить того, что в один момент времени упадет два шарда, это довольно-таки тяжело. Поэтому, поскольку сервер работает со своими шардами отдельно, веб-приложение как бы не страдает. Да, если даже один из шардов упадет, мы просто потеряем какой-то маленький кусочек информации. В принципе, сам даже Аксенов советует всегда, что хранить и бэкапы шардов на других шардах. То есть первый шард хранит бэкап второго, второй хранит бэкап третьего и так далее. То есть если что-то происходит не так, шард перестает отвечать теми же, какими там мы напишем скрипты, которые будут проверять работоспособность шарда. Если он вдруг умер, то администратор может быстро это вычислить, найти ошибку, вычислить какой шард, восстановить индекс и вернуть его в рабочее состояние. Критерии создания. Поскольку критериев действительно много, опять же, производительность компьютеров, количество оперативной памяти в компьютерах, количество файлов, суммарный размер обработанных файлов. Дисковое пространство, занимаемое индексами. Ну и один из самых важных, это время его восстановления. Мы за основу брали, в данном проекте мы взяли количество обработанных файлов с учетом общего времени восстановления. То есть мы взяли весь индекс, разбили по кускам, файлы же поступают на сервер поочередно. Соответственно, первый к примеру шард используют файлы с первого по 10 тысяч, второй шард будет строиться с 10 тысяч первого по 20 тысяч первый и так далее. Когда определенные скрипты постоянно следят за обновляемыми файлами, добавляемыми, оповещают администратор о том, что близится время создания нового индекса, о том, чтобы он об этом позаботился и, соответственно, подготовил другой шард, куда будут дальше данные закачиваться. В итоге мы получили график обратно противоположный тому, как идут нарастания файлов. Чем больше мы сделаем шардов, тем, соответственно, мы уменьшим время их восстановления. Соответственно, клиент будет доволен и не будет той ситуации, когда все пропало, все умело. Хитрости. Хитрости при создании индекса. Сервер должен существовать, то есть на сервере, как я показывал раньше, есть сервер Sphinx и есть его шарды маленькие. Значит, на сервере Sphinx существуют конфигурационные файлы. Этот конфигурационный файл он должен содержать индекс той же структуры. Пусть он даже будет пустой, но он должен быть. Потому что, если вы уже будете это дело осуществлять в жизнь у себя, то учтите этот момент. И индексы содержат, сервер содержит записи IP-адреса в Bavaria и Bord для обращения к своим шардам. В шардах тоже есть две секции. Вот я здесь на следующем сайте я показал конфигурационные кусочки Sphinx сервера. То есть есть блок source, вот здесь, который описывает, какие данные он хранит. Есть блок индекс, который обрабатывает этот source. И есть само обращение к индекс-файлу, в котором мы описываем агенты, которые хранят сами данные. И второй кусок, это дочерние свинк-сервера, которых тоже важно. Есть блок source, и есть индекс, который работает с этим соусом. Так вот, один из важных моментов, для того, что на распределенном сервере конфигурационных файлов вы должны указывать именно вот это имя. потому что если вы будете использовать source, он работать не будет. В принципе, все. Если кому интересно, Sphinx.ch.info вебинар. Эта информация для тех, кто хочет попасть и послушать именно выступление Аксенова. Вот ближайшая дата его выступления. Вопросы? А Sphinx-сервер, который пустой, он знает, на каком из шардов расположены какие записи? Нет, он об этом не знает. Он посылает запросы всем шардам сразу. То есть он поочередно их опросит. В принципе, это тоже с одной стороны нужно использовать, допустим, если, в конце концов, файлы растут. Мы, допустим, на данный момент взяли за правило, что каждые 10 тысяч мы собираем в один шард. Через какое-то время мы дойдем до миллиона файлов, соответственно, эти шарды будут маловаты. Их надо будет расширять. Соответственно, мы можем взять параллельно, построить индекс, сказать, что ты теперь обслуживаешь с первого по 500 тысяч файл, построить этот шард, запустить его, добавить его к серверу и после этого отключить те маленькие, которые нам уже не нужны. То есть мы получаем какую-то более гибкую управленность этим сервером и в то же время веб-приложение от этого не страдает. Поскольку размер 10 тысяч на индексу... Ну, не скажу, я как-то так не замечал, но в принципе он небольшой, поскольку индексы все хранятся, данные хранят все в цифре, то там оно и хорошо выжимается, и... В мегабайтах или в гигабайтах измеряется? Пока мы еще все в мегабайтах. Насколько целесообразно хранить удвоенный объем инфы? То есть... А, мы не храним и удвоенный. Каждый шарт хранит определенный свой кусок. А бокап второго предыдущего хранится? Это чисто для администратора, для того, чтобы быстро восстановить. Ну, то есть суть в чем, если первый шарт упал, для того, чтобы мне его совсем быстро восстановить, я залез на второй шарт и просто сделал копию на первый. Это оживая система становится тяжелее в два раза. Сфинкс, как вы заметили, он состоит из двух кусочков. Есть intvf transcription, то есть это основной индекс, который хранит все данные, и intvf transcription delta. Delta это те файлы, которые изменились в течение дня. То есть это совсем незначительная часть информации. А основной индекс у нас лежит на соседнем. То есть мы соседний взяли, переложили, и мы уже, можно сказать, в шоколаде. То есть нам перестроить 1DFDA индекс, для того, чтобы он его способность возобновилась. И все. Это как бы такой фокус чисто для администратора. Я вам просто сейчас не могу до конца понять, насколько он утяжеляется в случае, если по копированию. Не сильно утяжеляется. За счет таких... Он не сильно утяжеляется. Он просто штаммный жиль. Он просто как зип лежит, и все. Его с ним никто не работает. Перелить с одного шарда на другой, это много времени не займет. Тем более, шартированием, грубо говоря, мы можем занять все производственные мощности, которые у нас есть. На каждый повесили по шарду. Он работает быстро, и если ему дать соизмеримый кусок с производительностью самого компьютера, он будет быстро отвечать. размеры шарда. Это вопрос спорный. Опять же, мы убираемся в то, что, насколько у вас есть денег купить какое железо, какие объемы предоставить тому или иному. Мы можем задействовать и X-ти, грубо говоря. Если мы видим, что они простаивают, мы взяли туда, повесили какой-то кусок. Понятное дело, что если количество файлов дорастет до гигантского размера, и просто он будет не справляться, но тратите деньги, пожалуйста, покупайте новые, более шустрые компьютеры. Нет, шар, сколько весить можно? Сколько что? Один шар, сколько весит? Я же говорю, файлы небольшие. Скажем, порядка 200 мегабайт занимает индекс. Примерно на 10 тысяч, не больше 200 мегабайт. То есть 200 мегабайт на 100 кисок, да? Да. Все опять убирается в то, насколько мы хотим быстро достигнуть той или иной независимости. Вот и в 200 метрах какой процент именно в вакапной? 200 мегабайт. Индексом по себе ужа. Суть вакапа, опять же, это хитрость чисто администратора. Это не как бы... Это пока пит индексы или пока пит данные? Индексы. То есть мы именно сфинкс-индекс мы его храним отдельно еще. Грубо говоря, в кармане храним. Если что, с кармана флешку доставили, переписали его быстро. Для того, чтобы возобновить вот этот потерянный кусок данных. Все. что, вопрос? А скорость работы обращение к шардам не ухудшает ли сфинкс-то быстрый? Не будет ли... Не ухудшает. Работает хорошо очень. Ну и опять же, вот эти показатели просто они удивляют. и барышей. Я предстал, у тебя там в оси абсциссии ординат не подписаны. Ой! Просто смотрел, пытался оборваться. Все. Тогда всем спасибо.